Вот тебе фотография телосемичьей тепловизором. Подожди, сейчас увеличу. Оно чуть размытое. Вот это схрон. Гнездо. Да, ты пухнял, то есть в подвале, грубо говоря. Вот улей, вот рамка. Это крыша металлическая, вот улей. Вот шкала температуры. Максимальная 2.0, что соответствует практически белому цвету. И минус 4.5 черный цвет практически. Вот эта температура, эта температура вот в этом знаке, в значке. Вот тебе фотография, окружающая температура была на высоте 1 метр 0 градусов. Здесь минимальная, минус 4.5 на земле. Они стоят на высоте сантиметров 25-30. Так от этой тепловизор? Быстрый 2. Он в сумке стоит. Но это дорогой, вы не купите. Он дорогой. Сколько стоит? 127 тысяч. Он дорогой. Сейчас придут, примерно через 2-3 недели придут, я немножко другие испытаю по 18 тысяч. Это очень навороченный. Это, скажем так, строительный тепловизор с максимальным количеством наворотов. Есть более дешевые варианты. Но вот придет, я покажу. У меня реклама есть, я могу вам дать. И вот тебе показывают, какой клуб. Вот смотри, это, скажем так, маленький отводок, прошлогодний, который уже сместился вверх. Фотография 3-го числа. Толщина стенок 25-25 миллиметров. Подвале. А вот теперь, смотри, идем дальше. Следующая фотография. Вот это мертвая семья. То есть вы видите, что ни хрена нету. Тепла нету, все. То есть стенка, да. Не, то есть вот подошел, я к хлопцу подходил, скажем так, ну минут за 15 мы, но тут там была проблема, я могу показать дальше фотографии. И температура поднялась и выровнялась. И мне пришлось играть, разницу смотреть в 0,1, 0,2, 0,3 градуса. Но тем не менее, со стопроцентной точностью определил, где семьи погибшие, где какой клуб, насколько сильная семья, насколько слабая семья. По температуре. А сколько мы эту показу уже ставлю? Нет. Еще подать. Вот тут, смотрите. Вот тут медаль, Лиза, а это тепло. А вот следующее, вот нормально хорошая семья, которая... Вот хорошая семья, которая находится, скажу так себе. Вот еще боковой 1-0, видите, подсвечивается, это, ну, рядом стоит. В нем тоже видно семья. Вот, Сергей, мы можем видеть вот теплопотери или что там не так, вот в этом потепловине? Можно. Можно. Можно видеть. Ты вот здесь вот видишь, вот она получатся полоска. Это подкрышник. Вот здесь видно, что он не совсем плотный, и он подсвечивает. То есть потери тепла идут через него. Да эти надо сбросить на электронку, да и все. То есть видно, что потери. И вот идут потери тепла под ручку. Ручка, я помню. Да, выемка. Видишь, да, выемка. Вот литок, но тут еще были литки закрытые. Это литки в адам. Теперь смотри сюда. Вот вообще, такие, ну, я как бы самый показательный взял. Вот следующая семья. Ну, чуть послабее, но видно, что куда, как уходит, в каком положении находится... Ритектор, можно сказать. Вот сильная семья, но эта семья, вот казалось бы, фотография такая нестандартная, правильно? Такие, стандартные. Ну, что здесь оказалось? Потом же, я же визуально смотрю, здесь семья ушла полностью под заднюю стенку. Вот видите, там был в первую очередь ярко выраженный клуб, а здесь клуб большой, но смутный. То есть она ушла полностью под заднюю стенку. Хорошо, Сергей, смотрите. Сейчас, сейчас эти все покажу дальше. Вот это в углу, тоже самое, это фотография сбоку, скажем так. Это как рентген, надо еще снимки читать уметь, да? Да, а вот смотри, вот теперь самое интересное. Вот я тебе ряд, вот эти, которые по одному, вот тебе ряд я сделал фотографий. Вот полностью четко видно, что кто-то подошел в одной фотографии, сразу шесть там. Можно, если, допустим, стенка большая, пространство, я могу и 30, и 40, и 100 семей сразу фотографировать. Теория за вопрос, то есть я не вижу сразу, я должен сфотографировать, а потом уже видеть, сразу вижу, да? Не, ну не вопрос. Вот тут людей, видишь, вот люди ходят. Видишь, вот потолок, вот где у тебя свет, видишь, где потери тепла идут. Вот на батарее сейчас наведу, видишь батареи? Видно там, там, не... Не показывает батареи, это стекло пока. Во, 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 видишь, батарея. Во, пошла батарея, отаряй. Видишь, вот тебе тепловизор, вот там людей можно вести. Тут абсолютно безопасно, тут ничего такого страшного нет. Вот на лампочку. Видишь, лампочка, насколько теплая, и... Сейчас, 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 не, не, сейчас он настраивается. Вот, вот шкала высветилась, вот тебе показывают температуру в каком-то определенном месте. Вот сейчас температура на вот той лампочке мы определим. 26,6. Но там, наверное, не забывать, что там еще теплый воздух. Расклот мы можем видеть там? Я, стоп, я не скажу тебе сейчас ни да, ни нет, по одной простой причине, я не знаю. Это никто не делал, я... Вот назад я видел, там мужик один прикололся, да, вот классная фотография получилась. Не наш, или болгарин, или чек, ну, там было написано, свалянин, но не наш, развал бог. А вот я думаю, что, а чек, не попробовать. У меня товарищ занимается вот на хрене, я говорю, да, я попробую, два, пожалуйста, попробуй. И вот смотри, это одна фотография, вот следующая фотография. А вот этот заряд, вот этот заряд. Пока я открыл литок, и вот тебе видно, что внизу пять пчел выпало. И вот, видишь, литок открытый, и пять пчел выпало из этого. То есть, насколько, почему этот хороший? У него много наворотов, и он очень точный, понимаешь? Да, те, кто более дешевые, там есть пирометры, то есть, как бы определяют температуру в точке. У них хуже дельта, чувствительность. Если этот показывают, там два, и там десятки пошли. Понимаешь? Там могут показывать, там, два с половиной, три, вот таким образом. Ну, я говорю, пока еще это... Ну, хотя люди, честно скажу, два клиента есть, которые говорят, привези нам... Вот тогда, говорит, дорогой, привези за 18 тысяч. Я говорю, хорошо, тут два человека, которые говорят, мы тебе денег дадим, покупаем. И сколько такой? Это дорогое, да, 127 тысяч. А услуга стоит от 300 до 1000 гривен. От 300 гривен, да. Услуга как погонять взял, да, типа? Нет. Приезжает человек, помечет, верит, сбрасывает, от 300 до 1000 гривен. Я так понял, что это смысл есть, когда очень большая пасека. Ты приехал, прошелся, и понимаешь, что мы имеем на сегодняшний день. Ко мне подошел человек, который говорит, что у меня 500 семей, а у Кума в Купенском районе... А, вот, здорово, а у Кума, говорит, 300, у меня 500, у меня 300, у нас 800. Я говорю, сколько, за сколько минут мне надо потратить, чтобы пойдем осмотреть сейчас семья? Зимой, то есть в каком состоянии, где находится семья? Я говорю, ну, как они стоят, я должен видеть, как они стоят. То есть это, если они еще снегом припорошены, оно будет трещать все это, ну, это проблемасично. А теперь смотри, а теперь, тут, это идеальная фотография, есть? Это, скажем, температура нижняя минус 4,3, верхняя 4,2, разброс тут 8 градусов, правильно? Отлично. А теперь смотри, когда разброс в десятки. Вот я сейчас покажу, следующая фотография. Вот это я делал у Сергея Мизяка, 22,02. Чем отличается? Видишь, условия, забортная температура 3 градуса, мы когда начали снимать 3 градуса, когда закончили, была 2,5, минус, ой, плюс, плюс 3, плюс 2,5. Толщина стенки 35 миллиметров, то есть я сначала стопнулся с тем, что, блин, а что же делать? То есть я смотрю на все улики, а все улики одинаковые. Все улики одинаковые, да. Видишь, вот они пошли, вот они все одинаковые абсолютно, да, просто как бы визуально. Потом я сообразил, сейчас я с конца начну показывать. Видишь, дерево, вверху, 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 где центр, 3,6 градуса. Семья сильная, высоко расположена, то есть уже под верхом находится, тепло, проверяем? Да. То есть у него 30 семей, 32, ну, 33, на 100% чутко сразу ему сказал, в каком состоянии находится какая семья. Понимаешь? И вот мы пошли, 3,2 градуса, живая семья, не очень сильная. 5,2, очень сильная семья. Понимаешь, тут по температуре поверхности улья можно определить, в каком состоянии, насколько сильная семья. Это опять же, но, понимаешь, тут нужно исследовать, как-то набивать руку. А расход, оно не фиксирует по температуре? Вот нельзя его вычислить, есть расходы? Давай чуть попозже. Я не знаю, я не знаю. Это очень важно было. Это как, интересно. Конечно, было бы интересно. А вот смотри, сейчас я, а вот смотри, мертвая семья. Видишь, улья желтая, казалось бы, теплая, да? Но температура семьи полтора градуса улья. Температура дерева с южной стороны 2,7, а температура улья 1,5. Семья мертвая, откуда она действительно мертвая. Это на улице стояли под снегом, скажем так. Вот даже вот видно сверху, тут всех набегают. Идем дальше. Вот живая семья, 7,3 градуса. Опять же, не забываем стенках. Я не знаю, допустим, это никто еще не делал. И надо пенопласт. Пенопласт, я верю, верю, что не покажет вообще ничего. То есть тепло через пенопласт не проходит, теплопотери низкие. Понимаешь, пенопласт может не показать. Но тут нужно все это смотреть, все экспериментировать и знать, как укрыли.